Садгуру, в моей жизни самоанализ привел меня к разным глубокомысленным выводам. Но как мне определить, где заканчивается самоанализ и начинаются бесконечные раздумья? И как мне не зациклиться на них, потому что иногда это приводит к сильной прокрастинации? Похоже, что это популярный вопрос. Представьте, что вы за рулем. И вместо того, чтобы смотреть на дорогу через лобовое стекло, вы смотрите в зеркало заднего вида. Это означает, что вы едете не вперед, а движетесь задним ходом. Да? Вся эта ерунда с самоанализом пришла к вам от англичан в Индии. Мы не верим в самоанализ. Потому что вы пытаетесь анализировать свою собственную чепуху. Так это не работает. Если вы строите с ней дистанцию, вы отчетливо поймете, что это такое, и вам не нужно будет об этом думать. Это все равно, что, скажем, сегодня вечером у вас вылет из Дели. И вы едете в аэропорт. Приближается время вылет, но вы застряли в огромной пробке. Что вы чувствуете, когда стоите в пробке? Вы очень переживаете. Хотя, возможно, вы сидите в автомобиле своей мечты. И вот вы кое-как добираетесь до аэропорта, садитесь в самолет и улетаете. Вы взлетаете в небо и смотрите вниз. Пробка все еще на месте. Но какая она красивая. Белые огни, красные огни, вереницы огней. Очень красиво. Видели такое? Да. Все, что произошло, это появилась небольшая дистанция. Не так ли? Как только появляется небольшая дистанция, это уже не проблема. Вы знаете, как с этим справиться. И большинство случаев просветления произошли именно так. Даже сейчас. Я знаю, что вы инженер. Но если я попрошу вас пройтись по этой сцене и определить, круглая это планета или плоская, что вам подскажет ваш опыт? Что она плоская? Этот довод существовал бы еще тысячу лет. Все стало проясняться, когда мы начали пересекать океаны и обнаружили, что Земля похожа на шар. Потом мы начали летать. Все стало ясно. Форма стала очевидна. Затем мы высадились на луне и увидели Землю со стороны. Никаких сомнений. Мы не могли разглядеть что-то настолько простое, пока ходили по планете. Не так ли? Здесь то же самое. Такова природа вашего ума. Природа тех инструментов жизни, которыми являются тело и ум. В йоге мы не видим это как тело и ум. Есть физическое тело и есть ментальное тело. Потому что ум в соответствии с европейскими представлениями, к сожалению, оказался в голове. Нет. По сути, вы называете что-то умом, потому что существует определенный объем интеллекта и памяти. Вот что вы называете умом. Не так ли? Вы помните, как выглядела ваша прапрабабушка пять поколений назад? Нет. Но ее нос на вашем лице. Да или нет? Ваши предки жили миллион лет назад. Но клетки вашей кожи все еще помнят, каким был оттенок их кожи. Да или нет? Каждая клетка вашего тела содержит в триллион раз больше памяти, чем ваш мозг когда-либо сможет обработать. Да или нет? Мы говорим о самом сложном химическом заводе. Если вы посмотрите на то, что за одну минуту делает одна молекула ДНК, то все фабрики мира не смогут этого сделать. Все компьютеры и суперкомпьютеры мира не смогут выполнять столько задач. Вот как она функционирует. Получается, что и интеллект, и память распределены по всему организму. Да или нет? По крайней мере, ваша нервная система распределена по всему организму. Вы можете это увидеть. Итак, ум не находится в одном месте. Есть тело ума, есть тело памяти, есть физическое тело, есть энергетическое тело. Если вы обращаете внимание только на одну часть себя и не можете оставить ее в покое, и при этом не знаете, как задействовать другие аспекты, и они функционируют случайно, это будет похоже на вождение автомобиля на ручном тормозе. Многие люди начинают так ехать, сами этого не замечая. Они думают, что нужно давить на газ, и автомобиль поедет. Нет. Он может перегреться. Автомобиль может загореться, если вы едите на тормозах. Сегодня большинство людей такие, потому что они поступили в школу или колледж, и теперь небольшая часть их интеллекта перегревается от всевозможной внешней информации. Перегревшись, они занимаются всем подряд. Самоанализом. Кто кого подвергает самоанализу? Это все западные идеи, которые принесли людям невероятные страдания, огромные страдания. Психологический процесс зависит от типа собранных вами данных и того, как вы их обрабатываете. Не так ли? Если вы немного отстранитесь от этого процесса, он не будет на вас влиять. Пользуйтесь им, когда вам это нужно. Когда не нужно, отложите его в сторону. Но сегодня люди думают, что они думают все время. То, что вы называете самоанализом. Я не хочу вас как-то обидеть. Это своего рода ментальная диарея. Она просто продолжается, а вы даете ей всевозможные названия. Но по сути, мышление означает, что вы сознательно используете свой мыслительный процесс, чтобы двигаться в определенном направлении. Это мышление. Но если мысли все время идут потоком, это диарея. Не так ли? Вы должны понять разницу. Является мышление сознательным, умственным процессом, или это просто безудержный поток. Это очень важно. Самоанализ означает взгляд на жизнь через зеркало заднего вида. Вы все еще юная девушка. Но если вы погрузитесь в самоанализ, вам покажется, что вы живете уже слишком долго. Да? Люди думают, что самая умная мысль была высказана шекспером. Быть или не быть. Предполагается, что это самый разумный вопрос. Скажите мне, если вы пребываете в блаженстве, задумаетесь ли вы о том, быть или не быть? Только если вы несчастны, если вы считаете жизнь обременительной, только тогда вы будете думать о том, быть или не быть. Не так ли? Во многих отношениях ваш самоанализ, неважно, как вы его проводите, является основой психического заболевания, потому что вы пытаетесь найти решение в мусорном баке, которое вы называете своим умом. Что вы там найдете? Только то, что пришло к вам через пять органов чувств и ничего больше. Если вы ищете что-то новое, позвольте мне сказать вам, вы собираетесь стать компьютерным инженером? Уже инженер. Хорошо. Может ли компьютер что-то сделать за пределами введенных вами данных? То же самое верно и в отношении вашего ума. Его вычислительный процесс может быть намного сложнее, чем у компьютеров, на которых вы работаете, но по сути это вычислительный процесс. Он не функционирует без данных. Если вам известны вводные данные, если вы написали программное обеспечение, вы знаете, что оно может делать, а что не может. где здесь место для самоанализа? Так занимаетесь ли вы самоанализом или слишком много думаете? И то, и другое не нужно. Вам нужно больше ясности во взгляде на вещи. Если вы что-то видите, если можете просто ясно видеть это таким, как оно есть, тогда нет необходимости что-то анализировать. И еще раз напоминаю вам, вы юная девушка, но... Вы не против? Я не говорю, что вы ребенок. Я говорю, что вы юная девушка, хотя я вижу вас ребенком. Я просто хочу сказать следующее. От чего зависит продолжительность вашей жизни? С точки зрения вашего опыта, а не с точки зрения возраста. Вы когда-нибудь замечали, что когда вы очень радостны, 24 часа пролетают как одно мгновение? Да? А когда вы впадаете в депрессию, 24 часа тянутся как тысячи лет? Да? Только несчастные люди могут прожить долгую жизнь. Если вы радостны, все закончится прежде, чем вы поймете, что происходит. Вы еще не разобрались, что к чему, а вас уже хоронят. Да, я ощущаю себя так, словно родился позавчера. Посмотрите на меня. Проблема в следующем. Мы пытаемся наладить свою жизнь с помощью самоанализа, морали, этики, идей, философии, мнений, моделей поведения одного, другого. Нет. Это не то, что нужно. Нужно, чтобы эта жизнь была насыщенной. Она должна искриться. Если вы будете все время искриться, физически вы будете в порядке, ваш гений будет искриться, у вас все получится. Получится ли у вас все в этом мире? Нет. Мир никогда не будет на 100% таким, как вам хочется. Я говорю это вам, потому что все вы трое молоды, и в зале многие молоды, и многие из вас находятся в плену мечты, что вы найдете того идеального человека в своей жизни, мужчину, женщину или кого угодно. Я не пытаюсь разрушить всю романтику. Я просто говорю, что вас ждет глубокое разочарование. Многие здесь и из Матуры, как и Кришна. Кришна был совершенно фантастическим мужчиной, но его жены постоянно на него жаловались. Не потому, что с ним было что-то не так, а потому, что по самой природе существование никто в этом мире не будет именно таким, как вы хотите. Да или нет? Есть всего один вариант. Вот этого единственного человека вы можете сделать таким, как вы хотите. Если вы сделаете одно только это, зачем все остальное? Это именно то, что вам нужно сделать. Вы инженер. Вам нужно уделить время инженерии, внутренней инженерии, чтобы это работало именно так, как вы хотите. С миром же мы делаем все, что в наших силах.